всем привет сегодня как у меня радостная половину из этих посылок я ждал вот такую кучу опять очередную получил здесь много наушников есть наушники кс я покупал сами наушники по скидке и покупал для них bluetooth кабель плюс наушники айуэй это то что я самое долго ждал я не смог не смог я как бы обещал вам несколько обещал что я выдержу несколько дней продержусь как будто видео и буду носить пользоваться и наушниками от сяоми нет я не смог в шапке их носить невозможно а я ты только на улице пользуюсь наушниками они звучат тихо они звучат не ну качественно очень тихо я вернулся на свои любимые наушники вот эти вот которые стоят 5 баксов я их покупал там за 5 по моему щебца 560 или что-то такое вот на распродаже их можно на flash sale постоянно купить за 5 баксов отличные наушники и я вернулся на них но естественно ждал айуэй и наушники кс для того чтобы сравнить и пользоваться эти никому советовать не могу потому что ну как если вы спортсмен возможно вам это и подойдет для обычного человека который пользуется в домашних условиях можно сказать не бегает и носит шапку допустим это невозможно потому что в шапку допустим они придавливают сильно и это предоставляет очень неудобства которым привыкнуть невозможно я несколько дней про пользовался ими и реально нет я не могу ими пользоваться давайте дальше сейчас мы все посылки распакуем как обычно посмотрим на них и некоторые моменты допустим которые нужно осветить дополнительно уже попользовался в 6 товаром я вставлю в конце видео итак давайте начнем с вентилятора xiaomi вот вентилятор раньше я таких не покупал это первый мой крутится классно давайте попробуем его потестируем я еще один взял то есть этот и еще один камня будет идти ветер дует хорошо даже не знаю как показать включение нет то есть вставил он крутит ну дует нормально пока все вентилятором я доволен вот такая вот зарядочка не помню с пациентом каким-то центом ее продавали то есть 22 ампера 122 21 вот вот такая я вначале не хотел его покупать но потом в чатике кто-то сказал что он такой именно такой пользуется и все его устраивает вот поэтому я тоже взял себе сейчас на машине редко езжу но на всякий случай пусть будет тем более за такие копейки откладываем дальше вот эти фонарики я их уже обозревал уже есть несколько обзоров я покупал для велобега себе и своему другу купил для велобега это я купил на подарки мало ли кому-то еще у кого велобег есть из деток можно будет подарить либо запасные будут для моего ребенка хотя они целые такие не бьются водонепроницаемые отличные отличные фонарики вот они классные это взял на стопак к ребенку тоже по распродаже по какой-то было ну выглядит неважно в пыли все то есть план который давно не продавался они решили вот таким методом по скидке продать но вот эта штучка я так и не пойму что она отломана или как она должна быть как она цепляется вот так наверное затягивается ну сделано все такого дешевого пластика много косяков по пластику заусенцы вот эти вот все диод а как он включается то есть нужно наверное батарейки добавить до вставляется здесь две мини пальчиковые батарейки ну давайте посмотрим как он светит вот сделано все но не важно вообще я даже скажу сказал бы очень не важно пружинки слишком длинные это для обычных батареек давайте посмотрим обычную да для обычных обычных пальчиков батарейки но устройство здесь крепкое крепление и я не знаю выдержит ли он если подцепить на велосипед выдержит ли эта штука свой вес она скорее всего будет прогибаться отваливаться и так далее ну давайте проверим вообще работает нет я захлопывать не буду так прикроем да работает светит есть режимы несколько хорошо светит ярко и очень много режимов здесь вот в принципе как бы я доволен и даже если он потеряет он рассыпаться начало вытягивать батарейку рассыпаться ладно положу попробуем весной уже скорее всего будем велобегом бегать ну вот поэтому попробуем повесим если просто за такие деньги что я купил даже не жалко и потерять его если будет продержится хотя бы там пару месяцев я думаю будет неплохо вот так он защелками все дело у нас вот такая вот тряпочка для мытья посуды силиконовая ух ты она на ощупь такая мягенькая и прикольная вообще а вот косяк видите кусок силикона расплавлены или как то а это вообще какая то мягкая штука вот ну легко она очистилась эта штучка ножки такие прикольные очень и очень она приятная на ощупь я постараюсь что-нибудь помыть сегодня же ей вечером и заснять это на видео как она будет мыть я еще себе несколько штучек таких прикуплю она ну на ощупь реально прикольно очень нравится мне далее это кэзэ наушнички отложим на конец будем смотреть вот такая вот канцелярский ножичек кто-то говорит советует себе уже получил такой пользуется маленький канцелярский ножичек он очень удобный говорят давайте распакуем его попробуем посмотрим качество кстати с виду сразу видно гладкий весь никаких заусенец то есть качество очень качественный и он я по моему там один цент что или что-то такое но очень маленький видите вот но с автоматическим отбросом назад как его зафиксировать нельзя никак нет нельзя никак то есть достал отрезал и он вернулся обратно очень удобная штука деткам можно которые там подделки делают какие-нибудь вот небольшой очень прикольно мне очень нравится тоже плюс очень качественно сделан откладываем далее что это у нас здесь это мини пен называется фонарик от одной а батарейки выглядит так ну вот здесь вот платка такая криво вставлена и криво вставлена и ну такая немного печальная печальная кривая вот кнопочка внизу что-то высыпалось кусочек металла какого-то вот давайте посмотрим как она будет работать очень маленький такой компактный ой горит ярко очень ярко режим и режим один включить и выключить все сейчас выключу свет отлично светит для такого размера очень хорошо довольно таки ну да немного там топорная работа ну вот допустим там кому-нибудь родственнику ребенку положить рюкзак чтобы он у него всегда был с собой присветить в темный вечер это отлично подойдет отличный фонарик мини пен он называется покупал тоже на распродаже было карта памяти микса я ее пока распаковывать не буду немного позже я ее распакую когда буду снимать обзор про чувик хай 10 плюс уже как бы составил материал и уже скоро буду его снимать там же буду обозревать самсунговку карту на 128 гигабайт который я купил для планшета она рабочая все отлично работает скорость неплохая и заодно протестируем и эту карточку чтобы просто ее не посеять и я не буду открывать на здесь открывается вот вот так вот поэтому пока открывать не буду и уже будут следующем видео снимем как она ее на скорость далее bluetooth orico bta 403 уже несколько штук я покупал были синие здесь на распродаже получилось взять черную вот я еще раз взял распакуем давайте посмотрим все то же самое инструкция без диска драйвера нужно качать с их него сайта проблем там никаких нету единственное что медленновато она качается конечно с их них серверов но у меня драйвера уже есть поэтому мне это не проблема и так далее гирлянда вот такая вот гирляндочка тоже за мелкие копеечки уже к новому году дело идет и купил я очень много кстати гирлянд что-то она здесь запутана как-то оборвана вот а это наверное просто или как или что а это просто она так сделала а провод медный оголенный кстати я не знаю подскажите кто знает не шарахнет ли меня током ну как бы вольтаж маленький будет я думаю не смертельно если дотронуться но тем не менее если там ребенок ребенка щелкнет три батарейки нужно нам пальчиковые раз два три и вот она так загорелась не не бьет током вот я взялся держу за две и не бьет горит прикольно симпатично на новый год где-то положить можно переключателя никакого нету только включение и выключение он давайте я выключу свет и посмотрим довольно неплохо горит можно скрасить интерьер в любом случае будем украшать елочку и куда-нибудь это все тоже прилепим далее вот такой вот ножичек рвется пакетик ножичек для обрезания проводов сожалению нет никакого провода под рукой такого не нужно чтобы можно было порезать поэтому проверить не могу но сделано все очень хорошо классная вещь буду пользоваться далее стяжка для кабелей тоже мы ее посмотрим я буду дома стягивать снимать видеоролик свой отзыв о xiaomi tv box 3 вот я уже несколько дней пользуюсь и пытаюсь там настроить меня это так угнетает потому что реально времени не хватает я прихожу вечером уставший и пытаюсь настроить tv box а он там не получается браузера нормального нету скачать можно там через бок и я уже недоволен как бы лучше поставался с таниксом т3x вот но есть недостатки там и там ну в принципе тем что он работает быстро он мне понравилось но это спойлер я об этом обо всем расскажу позже в своем вот такая вот штучка стяжечка и как она работает я тоже покажу я планирую провода дома для телевизора и скрепить вот такой вот стяжкой ну и наконец добрались мы до наших наушников ауэй и кэзэ и про провода для них bluetooth провода то есть это обычные наушники без блютуза это уже bluetooth провода для того чтобы можно было вот эти наушники подключить по блютузу распакуем по очереди и посмотрим на них визуально и дальше уже в конце видео я через несколько дней до сниму как ими какое какие у меня впечатления кстати коробка она на магнитах вот здесь вот два магнита и она так защелкивается прикольно сделано то есть коробка такая брендовая можно подарить но немножко примялась вот но в любом случае на подарок пойдет вот так красиво выглядит ручка для вешения на витрину давайте нам эта ручка она не нужна давайте будем смотреть так достали сразу выпало 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 все инструкция hello смотрите на английском и такая здоровенная лента какой-то qr код здоровенная лента видать инструкцией если наверно прочитать можно эти наушники в космос запустить ну раз такая инструкция вот ну мы естественно ее читать не будем далее красивые амбушюрки такие есть защелочка давайте доставать все меня заинтриговала защелочка вот амбушюрки красивые с оранжевым вот две вот эти штуки не знаю как они называются которые ухо вставляется вверх упирается и крепление на куртку так одну амбушюрку а нет это какая-то еще защелочка зачем она пока мне непонятно ладно разберемся так амбушюрки пока не нужны подбирать их будем позже давайте посмотрим на сами наушники коробка конечно хорошо сделано все солидно так сделано и с виду очень круто и качественно давай вот такие вот патроны пули наверное есть тут магниты тоже да есть магниты как и в моей версии вот я думаю они составят конкуренцию и по звучанию наверное то есть переключил режим здесь выгравировано плюсики минусики видите вот здесь сделано так именно минус и плюс кнопка включения красиво сделаны ладно давайте дальше а пока их отложим а нет забыли еще проводочек посмотреть тоже брендированный проводочек away design сделан качественно такой это пластик пластик качественный проводочек коротенький в принципе для наушников длинные не нужен ух ты тоже так не кисло сделано типа красота и арфон пластиковая причем пластик твердый не просто пленка пластик твердый прозрачный а нет все таки пленка но она жесткая давайте смотреть что у нас здесь инструкция тоже все на английском если при желании можно почитать далее провод провод запаянный а заклеенный я думал запаянный вообще провод 35 с выходом такой красивый резина такая приятная на ощупь и красиво даже замотан видите ровненько так замотан не просто как вот здесь допустим а красиво ровненько замотан проводов вот но нам он особо не интересен нам интересен bluetooth проводов хотя я попробую да здесь вот такие вот крючки идут за ухо и они гнутся то есть вы можете подстроить под ваше ухо как вам нужно под любое вот и пользоваться так амбушюрки ржет на пакетик то есть ну заклеим считать запаян какие тоже симпатичные амбушюрки разного размера и давайте открывать наушник прикольно сделано здесь какая-то щель на вторых тоже так а здесь для пропуска воздуха специальные отверстия то есть она кажется как щель но это специально наверное чтобы не не глушила при громком прослушивании ну наверное выпускать оттуда вакуум так давайте сразу откроем инструкция на проводочек на английско-китайском да здесь есть английский вот и тоже такой же как будто этот проводочек можно отправить космос как спутник в виде спутника ну я как бы не думаю зачем зачем для наушников такие большие инструкции делать вот ну наверное чтоб пафосу нагнать ухты тут еще я такого провода не видел микро юсби 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 причем он сделан не как обычный да вот обычный юсби то есть реально выпендрили здесь неплохо плоский такой и толстый он в разы толще чему в два раза толще чем у ауэй вот сам провод так замотали плотненько и он закрыт в пленочке тоже жесткие уши которые можно настроить под свое ухо провод такой толстый и тоже приятный на ощупь но не такой приятный как здесь здесь вообще он такой плотненький здесь такой жестковат немного вот на пульте у нас проигрывание пауза и плюс-минус рядышком находится то есть не как обычно сверху плюс снизу минус есть отверстие для динамика для зарядки вот здесь микро юсби с обратной стороны написано bluetooth модель wireless made in china вот такие вот дела этот кабель идет без а с микрофоном идет тоже здесь кнопка включения то есть можно использовать как гарнитуру вот ну в принципе у меня все сейчас на распаковке я несколько дней попользуюсь и уже сейчас мы продолжим ролик уже с момента через несколько дней когда я попользуюсь этими всеми наушниками так продолжаем я сделал вывод уже поигрался всеми наушниками это мои старые которыми я давно пользуюсь и они мне более приятны сколько уже через меня наушников прошло вот все еще продолжают идти еще идет там сяоми мини версия bluetooth наушников но как бы эти я покупал еще сяоми обычные мне спорт не понравились bluetooth вот и я уже сделал вывод поигрался ими и как бы сейчас озвучу вам и первое это наушники бип не точнее pbp 012 вот я не пользуюсь давно уже как говорил это ауэй которые пришли а 920 бл и эти наушники к з з ст с дата кабелем bluetooth кабель и наушники сами я покупал отдельно с наушниками идет обычный кабель в разъем на 35 ну работает хорошо звучат и давайте мы сейчас сравним как бы пошагово что мне в них понравилось что нет звук по звуку вот эти вот наушники двое одинаковое практически одинаковое то есть ничего в этих наушниках я нового не услышал то есть вот с этими приблизительно одинаково эти отличный звук он на такой насыщенный и видно слышны некоторые моменты то есть когда играет мелодия слышны некоторые моменты которые в этих наушниках услышать нереально и такой ух ты я не знал то есть мелодию какую-то слышал уже там тысячу раз и не слышал что в ней играет какой-то инструмент вот в этих наушниках это слышно по звуку они из представленных наушников лучше и то есть мне на данный момент, они нравятся по звуку больше, чем какие-либо из обзоров, которые до этого были, которые я вообще смотрел и, естественно, из этих представленных. По коннекту вот эти коннектятся как Bluetooth Music, эти как Away Music и эти как KZ Earphone. То есть, коннектятся вообще быстро все, кроме этих, эти вообще моментально. То есть, вот эти вот быстро, а вот эти вообще моментально. То есть, не успел включить, они уже подсоединились к телефону. То есть, ну, я не знаю, как это, но реально вот эти вот намного быстрее сконнектятся и я еще не успел включить на телефоне Bluetooth, они уже появляются. То есть, эти, ну, несколько там, может, секунду, полторы, три, может, пять секунд нужно подождать, пока в телефоне появятся. Эти же появились вообще мгновенно. Вот. И подсоединяются очень быстро. То есть, мне они очень нравятся вот в этом плане тоже. То есть, это явный плюс их. Хотя, может, и минус для кого-то секунды, три секунды не играет никакой роли. Вот. Поэтому может, я и перехваливаю их в этом плане. Вот. Далее. Далее удобства. Удобства вот эти вот мне самые удобные. Они не выпадают. Я ими пользуюсь давно и мне они очень нравятся в этом плане. Особенно удобства ношения имею в виду. Как они сидят в ушах и так далее. Фотографии я добавлю, как они сидят в ушах. И вот эти вот удобные тоже как бы непривычно немного из-за вот этой штучки, но к ней привыкаешь. Да? То есть, ну, из-за хвостика этого. Непривычно она из-за размеров, но тем не менее сидят. Я установил поменьше амбушюрки. Амбушюрки идут в комплекте. Я установил несколько и ну, попробовал несколько и подобрал себе, какие мне больше всего подходят. Ну и неплохо так. Вроде бы мы с ними подружились и они вроде бы как бы не мешают. То есть, тест на шапку проходит и эти, эти тест на шапку проходят на пятерку стандартную. А вот эти вот немножко за счет того, что они немного вдавлены. То есть, шапка они придавливаются и небольшой дискомфорт к уху. Но, тем не менее ими пользоваться не так отвратительно. Если сравнивать с Xiaomi Sport, то эти тест на шапку проходят на твердую четверочку. С Xiaomi Sport они вообще даже кол не получают. Вот, эти пятерка. То есть, и те, и те. Эти хоть и вытянуты, да? То есть, смотрите, вот по размеру они хоть и вытянуты, но за счет того, что это здесь вот так вот скошено. Вот, они не давят, не жмут почему-то. И мне очень понравилось. Далее, по качеству сборки. Вот это вот ну, троечка качества сборки. То есть, я эти наушники очень сильно люблю. Но, по качеству сборки, во-первых, проводочек тонкий. Вот здесь кнопочки, ну, как бы не особо они мне. По качеству, ну, это вот металлическое. Но, тем не менее, я им уже пользуюсь несколько месяцев. Они отлично как бы справляются. Но, качество троечка. Эти качества, ну, пятерка. То есть, стандартная пятерка. Кабель, как я люблю, вот такой вот широкий, который не путается. Вот здесь вот он очень удобно, как бы ложится у меня на плечо. Вот это вот штука управления. И, ну, управление, что здесь, что здесь. Управление, конечно, получше. Здесь оно, я не знаю почему, то ли из-за того, что тоненький кабель, оно может болтается. И мне иногда приходится его искать. В эти же, ну, все отлично. В этом плане хорошо. И в этих тоже все хорошо. Добавить нечего. По управлению самое лучшее по управлению, это вот эти наушники. Из этих всех троих, по управлению самое лучшее. Здесь нестандартный, не такой, как у всех, пульт. Вот, смотрите, этот пульт, этот пульт и этот пульт. Так, не путаться. Вот, три пульта смотрим. Скажу, про эти я рассказывал. Здесь переключение треков наоборот. То есть, минус это включить вперед трек, плюс включить назад. То есть, и, ну, к этому привыкаешь, но в любом случае это как-то немного неудобно. Переключение коротким нажатием, настройка громкости длинным нажатием. Это нормально. Выключение по центру. Это как бы управление, к нему привыкаешь, даже привыкаешь к тому, что они задом наперед переключают треки. Особых усилий привыкнуть не было. Вот эти наушники по управлению, они самые отвратительные. Ауэй, это, ну, огромное калище им по управлению. Во-первых, переключение треков, это надо длинным нажатием. Да, то есть, ну, оно сопровождается еще таким звуком. Бринь! Такой, ну, немножко неприятный звук. Ну, как, ну, может и приятный, но когда ты его каждый день, вот если ты, там, пятнадцатый трек клацаешь, вот пятнадцать раз этот бринь-бринь-бринь-бринь, вот, надоедает. Это раз. Во-вторых, коротким нажатием громкость. Это наоборот, и люди, которые, допустим, я люблю, там, послушал треки, у меня как бы, я часто свою фонотеку не меняю, и есть треки, которые уже немного приелись, и я их просто проклацываю, но иногда мне не нравится их послушать. Вот. И, конечно, вот здесь удобно просто. Раз нажал, и ты на следующем треке. То есть, ты чаще переключаешь треки, а не звуки. То есть, соответственно, логично сделать на трек единичное нажатие, а вот на звук длинное нажатие. То есть, нажал, и держишь, и звук. Либо убавляешь, либо добавляешь. Здесь все сделано наоборот. Я уверен, что и будут люди, найдутся, которые привыкнут к этому, или уже привыкли к каким-то наушникам, у которых также переключается. То есть, для них будет, но для меня это явный минус. Вот самые крутые в управлении, это эти наушники. Вот здесь все сбалансировано. Ну, единственное, что непривычно, что кнопочка включения паузы отдельно. То есть, я всегда нажимал на центральную, то есть, привык здесь, здесь на центральную. И всегда нажимал на центральную. Ну, тем не менее, теперь как бы попользовался, немного привык, и это особых там беспокойств не доставляет. Переключение звука, громкости правильное. Ну, длинное нажатие, либо тише, либо громче. И двойное вообще нажатие, переключение треков. То есть, здесь, здесь одно иное, а здесь двойное. То есть, двойной щелчок нажал, переключил трек. Я тоже, кстати, не сразу понял, но это тоже нормально. То есть, избавит, если на шее, мало ли, вдруг там сумкой, допустим, на плече сумку несешь, чтоб оно нажалось, и одно иное нажатие не будет срабатывать. То есть, двойное нажатие, я могу, как бы, для переключения треков, я могу одобрить в этих наушниках. И, ну, мне они, как бы, нравятся больше всего. В этом плане, они, ну, лучше всего. Тест на шапку прошли все, вот эти вот, немного, немного, там, ну, чуть-чуть совсем дискомфорта, но я поменял амбошюрки, и вроде, вроде бы они, как бы, стали нормальными, или, может, просто я уже привык, поэтому, ну, и, возвращаясь назад, давайте подведем вывод, какие наушники я бы взял для себя лично пользоваться. Вот, однозначно, вот эти я беру, и они остаются у меня. Звуку по всему, да, то есть, есть, конечно, минусы некоторые, но они стоят около 5 долларов. Вот эти смысл брать нету, если сравнивать с этими, ну, да, здесь не качественнее сборка, такое, все надежно, и пластик, здесь пластик такой хлипкий, и он, видите, то есть, если его гнуть, он изгибается, если его там придавить, или на сесть на них, то он может сломаться. Здесь же такое добротное все сделано, что, ну, оно не поломается, качество сборки, ну, как бы, на уровне, но все остальные минусы, это, ну, как бы, они, считай, идентичны с этими, то есть, зачем платить в два раза больше, если вот наушники нормальные, да, есть, и если, ну, вы аккуратно пользуетесь, и у вас техника не ломается, как обычно, то вот эти вот выбрать можно однозначно, вот, ну, и, естественно, вот эти я могу советовать, эти мне понравились, и они становятся моими основными наушниками, то есть, сейчас я буду ими пользоваться в основном, возможно, КЗ мне фирма понравилась, звучание у них хорошее, понравился их подход, все, качественное, то есть, провода такие, не слишком жесткие, ну, сделано все отлично, качественно, сборка, звучание хорошее, это, причем, по блютузу, на проводе тоже отличное просто звучание, единственное, что они получились в два раза дороже, чем те, и те, то есть, эти, по-моему, 8 с чем-то я покупал, а эти я покупал за, не помню, там, либо 7, либо 8 долларов, но провод к ним, если вам нужны именно блютуз наушники, провод к ним тоже стоит, там около 10 долларов я покупал, поэтому, они немного дороже вышли, но, они становятся моими основными, вот, КЗ, ЗСТ, есть разные версии, теперь мне не нужно менять провод, если я захочу более какие-нибудь другие наушники, по лучшей их фирме, я могу их купить, и мне не нужен провод, провод у меня остается старый, то есть, датакабель, а вот наушники можно сменить, вот они вот так отщелкиваются, это мне очень нравится, и, допустим, появились там новые технологии, новые наушники у них вышли, можно их купить, а датакабель, конечно, оставить старый, вот, на этом у меня все, я надеюсь, было информативно, подписывайтесь, ставьте лайки, до новых встреч, и удачных покупок, не забывайте подписаться, на наш телеграм-канал, где вы можете купить все эти товары, по скидкам, когда они появляются, что у меня летает, совсем не знаю, что у меня нет, иначе сюда. Спасибо!